В ЕС осудили преследование России журналистов, освещающих события в Курской области. В России начали возбуждать уголовные дела против журналистов, снимавших репортажи в части Курской области, под контрольной силам обороны Украины. На это уже отреагировали в ЕС, осудив подобные действия Кремля. Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на заявление Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов. Европейское ведомство ожидает, что расследование касательно российских угроз, двум итальянским журналистам телеканала Рэй, Стефани Батистине и Симоне Трайне, будет проведено как можно быстрее. Отмечается, что им нужно обеспечить защиту, если в этом будет необходимость. Сообщается, что журналистам также угрожали многие пророссийские блогеры, в том числе убийством. В заявлении также напомнили, что ранний итальянский писатель, достаточно пророссийских взглядов, Николай Лилин опубликовал видео, в котором назвал журналистов отсталыми, пронацистскими пропагандистами и помощниками террористов. Угрозы убийством в его словах тоже были, он заявил, что они якобы вырыли себе могилу. В Совете Европы отметили, что такие преследования мешают журналистам информировать людей о текущих действиях в Курской области. К осуждению присоединились итальянские журналистские профсоюзы УСИГР и ФНСИ. Журналистика «Непреступление» говорится в их заявлении, которое обнародовал телеканал «Рэй». Преследование других журналистов России на территории Курской области. Российский интерфакс заявил, что ФСБ уже возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения государственной границы в отношении трех журналистов, освещавших события в Курской области. Российские силовики собираются преследовать американского журналиста CNN Ника Пейтона Уолша и двух сотрудниц украинских медиа, журналистку Хромацк Диану Буцка и корреспондент Кумы, Украина Олесю Боровик. Они вели первые репортажи из города Суджа, оказавшегося под контролем ВСУ. Кроме открытия производств против журналистов в РФ, их хотят объявить в международный розыск. Операция в Курской области. Наступление украинских военных на территорию Курской области началось 6 августа и продолжается. Он был необходим для создания буферной зоны и повышения боевого духа ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска уже продвинулись на глубину обороны РФ от 28 до 35 километров, завладели 1263 квадратными километрами территории и взяли под контроль 93 населенных пункта. Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснял, что в приграничных областях РФ, включая Курскую, ВСУ, не заинтересованы в оккупации российских территорий, а только решают боевые задачи, связанные с обеспечением безопасности, прежде всего граждан Украины, дома которых постоянно обстреливают российские войска.